Алексей Ильич, вот смертник взорвал автобус, погибли дети. Это тоже проявление любви Божьей? Такой вот вопрос. Ну, конечно. Вы знаете, с христианской точки зрения нет событий случайных. Нет событий случайных. Вы говорите, погибли дети. Отвечаю вам. Мы идём по очень сложному пути. И горы, ветер сильный, часто снег, скользко. Целая группа идёт. Среди нас женщина с ребёнком. Вдруг подлетает вертолёт. Так, есть два человека. Кого? Ну, конечно, кого. Естественно, посылаем ребёнка, женщину. Слава Богу, хоть они спаслись. А мы неизвестно, дойдём или нет. Вы поняли мою притчу? Мы же все идём домой. Мы здесь, как родились, начался наш путь. И мы не знаем, что на этом нашем пути встретится. Какие пропасти, овраги, разбойники, ветры и бури. Мы все идём домой. Нашим домом. Наш дом там. Как пишет апостол Павел, мы не имеем здесь пребывающего града, но грядущего взыскуем. Мы верим в вечную жизнь. Поэтому, слава Богу, дети уже там. Вот с христианской точки зрения, что мы можем сказать, да, они уже там. Да, это по промыслу Божию. Они удостоились. Вертолёт прилетел уже за ними. А мы ещё идём. И неизвестно ещё, что с нами будет. Кто знает, что будет завтра? Интересно. Хотелось бы мне такого прозорливца увидеть. Ничего не знаем. Как вы себя чувствуете сегодня? О, прекрасно! Другой день. Что такое? Да говорят, что-то у меня такое. Ничего не знаем. Все будем там. Только одни раньше, другие позже. И это ли не милость Божия, когда уже кто-то уже дома? А мы ещё идём. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова